В честь официального открытия года педагога и наставника в Государственной филармонии Карачева-Черкесии прошло чествование учителей со всей республики. Среди приглашенных как педагоги с многолетним стажем работы, так и молодые, но уже весьма успешные специалисты, а также работники дополнительного образования детских садов и колледжей. Глава Карачева-Черкесии, открывший торжественное мероприятие, поблагодарил учителей за их нелегкий и благородный труд. В своей речи Рашид Темрезов подчеркнул значимость особой миссии педагогов в воспитании молодого поколения. В все времена учитель выполнял сложнейшую миссию на земле, посвящая свою жизнь благородному и трудному делу, обучению и воспитанию подрастающего поколения. Каждый педагог своим трудом закладывает основу будущего нашего региона и за сию целого. Чтобы общество могло чутко и гибко реагировать на вызовы времени, нужно осознавать, что школа была и остается центром как обучения, так и воспитания человека. Год педагога и наставника – это признание значимости профессии педагога, его важности для формирования будущих поколений нашей страны. Это не только позволит повысить престиж в благородной учительской профессии, но и позволит выявить самые яркие педагогические таланты, распространить накопленный опыт, поднять общий уровень педагогической культуры нашей республики. В ходе торжества пять педагогов были удостоены почетного звания «Заслуженный работник народного образования Карачао-Черкесской республики». Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в своем видеообращении поздравил всех присутствующих со столь знаменательным событием. В этом году, в год 203-я великого педагога Константин Дмитриевича Рушинского, нас ждет насыщенная программа. В течение года состоятся масштабные смотры форума. Это и фестиваль наставничества, и всероссийский форум классных руководителей, и традиционная большая учительская неделя. Множество ярких инициатив, призванных рассказать о педагогической династии. В высоком профессиональном мастерстве наших любимых учителей. Приглашаю вас всех к участию. Уверен, что главы регионов, профильных ведомств, также внесут свой флаг в празднование года педагога иностранника. Почетный работник образования Российской Федерации, заместитель директора гимназии номер 5 Черкеска Зинаида Лисовенко, передала эстафету наставничества молодому поколению учителей республики. Вручив символическую книгу знаний преподавателю начальных классов гимназии номер 17 Черкеска Алине Анчоковой. Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое призвание. Дарья Тихонова – учитель начальных классов в третьем поколении. Будучи еще совсем ребенком, она уже точно знала, какую профессию выберет в будущем. С самого детства я была с мамой и бабушкой рядом на работу, приходила, смотрела, как они относятся к детям, как дети относятся к ним, с какой любовью и заботой проходили все уроки, насколько это было интересно. И я поняла, что мне тоже хочется пойти по стопам мамы и бабушки. Все профессии важны, но одна из основополагающих в любом обществе – это, безусловно, учитель. Ведь от того, как и какие знания он передаст своим ученикам, зависит их профессионализм в будущем. Соответственно, и дальнейшее развитие всей страны. Именно учитель прививает интерес к учебе, являясь при этом другом и наставником. Педагог, во-первых, он должен, имея опыт, знания, которые накопились, он должен уметь вложить все в этого студента, в этого будущего специалиста. Вот это самое главное. Работа педагога по праву считается одной из самых уважаемых и одновременно трудных. В 2023 году деятельность государственных органов в направлении популяризации профессии учителя, повышению его престижа и статуса будет вестись еще активнее. Конечные цели – это для того, чтобы больше ребят, абитуриентов поступало в педагогические вузы, чтобы больше шло ребят молодых учителей, приходило сегодня в школы, в дошкольной образовательной организации работать, чтобы больше позитивной информации сегодня было о педагогах и о педагогической профессии. Таким образом, мы хотим еще раз подчеркнуть важность и значение работы педагога сегодня в общей образовательной системе в целом. Завершилось торжество праздничным концертом, подготовленным артистами Республиканской филармонии. Мадина Братова, Михаак Ракелян. Итоги недели.